МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Деньги на свалку. Несогласные с итогами аукционов по рекультивации пехтулинской свалки организовали пикет. Сильные духом и телом российские десантники принимают поздравления с Днем ВДВ. Августовские заботы. Чебоксарские школы проходят приемку. Чебоксары принимают тяжелоатлетов со всей страны. Чемпионат России стартовал в стенах Центра олимпийской подготовки по маунтинбайку. О торжественном открытии соревнований в нашем материале. Рывок и толчок. Два основных упражнения в тяжелой атлетике. Доказать свое превосходство в этом виде спорта приехали лучшие представители 43 регионов страны. Этот чемпионат для республики дебютный. Россия спортивная держава. Чувашия тоже спортивный регион. Ежегодно количество занимающихся физической культурой и спортом увеличивается. Я хочу подчеркнуть, мы все базовые виды спорта как поддерживали, так и поддерживаем. Хочется поблагодарить от лица Федерации тяжелой атлетики России все руководство Чувашской республики, то, что они уделяют такое большое внимание спорту и особенно тяжелой атлетике. Вы знаете, что сейчас не самые легкие времена для нашего спорта, но именно такие времена проверяют и закаляют нас и наших спортсменов. За медали первенства спортсмены борются в 13 весовых категориях. В четырех из них есть представители Чувашии. Весь вот этот состав, который принимал участие на чемпионате Европы, они принимают участие и здесь. Я надеюсь, что они покажут те результаты, которые, ну, по крайней мере, не ниже, чем на чемпионате Европы. Если брать в целом по учебным тренировочным сборам, на эти результаты они были готовы. Чемпионат России – один из этапов отбора на мировое первенство, который пройдет в США в конце ноября. Для спортсменов чебоксарские соревнования – это еще один шанс проявить себя. Для тренеров – еще раз оценить шансы. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика. Стали известны результаты выступления наших спортсменок. Ирина Баймолкина завоевала бронзовые награды в рывке и в сумме двоеборья. Наталья Хлевскина стала абсолютной чемпионкой России в весовой категории до 58 килограммов. Ей не было равных в рывке, толчке и в сумме двоеборья. Эта победа обеспечила путевку на мировое первенство. Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с президентом Федерации тяжелой атлетики России Максимом Агапитовым. Речь шла о перспективах развития этого вида спорта в республике и в стране в целом. В Чувашии тяжелая атлетика на особым месте. Этому виду спорта отдают предпочтение более 500 жителей республики. Мы детско-юмерские спортивные школы не закрывали. Проводим определенную оптимизацию. В девяти школах практически сегодня этот вид спорта является базовым. Есть тренеры. Самое главное, нам надо обеспечить, конечно, для Федерации тяжелой атлетики России качество. Чтобы до отборочных матчей наши могли попасть в сборную команду Российской Федерации. Чтобы смогли защищать честь нашей любимой России. Штангисты нашей республики с успехом выступают на чемпионатах разного уровня во всех возрастных группах. Это отметили и гости. Мы видим, что здесь есть у нас хорошая команда, которая способна развивать этот спорт в республике. Способна его вывести на самый высокий уровень. Есть ученики, ученицы, которые претендуют на то, чтобы быть членами национальной сборной. И мы хотим сюда подключить научную группу, методистов, фармакологов. Да, чтобы мы составили правильно всю подготовку. Мы все это проработаем, согласуем с главным тренером. И будем идти вот по этой, так сказать, карте. И посмотрим. 2018-2019 год выполняется. Все соответствует. Значит, вероятность того, что в 2020 году намеченная цифра в сумме рывка и толчка будет поднята. Мы будем уверены, что так оно и будет. Кстати, в состав сборной команды России в 2017 году включены 11 спортсменов из Чуашии. Я могу точно уже сегодня вам сказать о том, что два вашего представителя, это Мохина, Баймалкина, будут участвовать на персии Европы. Еще одна наша землячка Наталья Хлесткина готовится к выступлению на чемпионате мира. А у Александра Козлова есть все шансы попасть в основную сборную команды страны. У вас есть на какой оперец? У вас фамилия Ивановых, у вас это фамилия тяжелоатлетическая. Они творят то, что на зависть другим, понимаете. Тем более сейчас в Далове строится 500 человек, занимающихся. В некоторых городах 30-40, понимаете. Это уже говорит о том, что перспектива тяжелоатлетики есть. На встрече коснулись и вопросов развития тренировочных баз и спортивных залов. Уже сегодня в Чебоксарах ведутся активные работы по восстановлению зала тяжелой атлетики. К декабрю 2017 года объект должен быть сдан в эксплуатацию. Галина Титарчук, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика. Бравые ребята в голубых беретах и тельняшках сегодня отмечают свой главный профессиональный праздник. День воздушно-десантных войск. Сразу несколько поколений десантников прошли торжественным маршем по улицам Чебоксар. Десантники элита вооруженных сил. Это знают не только те, кто имеет отношение к военной службе, но и все гражданское население страны знает и гордится. Праздник к себе несет это мужество, силу, отвагу нашего российского народа. Мы ехали с города Канаша и вся трасса нам сигналила. Мы ехали с флагами. Глава республики лично поздравил десантников с профессиональным праздником. Воздушно-десантные войска всегда выполняли особые боевые задачи. Руководство страны всегда возлагало определенную миссию и во время Великой Отечественной войны, и послевоенные годы. Мы никогда не боялись. Всегда имели свое мужество, храбрость, стойкость, смелость и боевое братство. О подвигах воздушно-десантных войск в годы Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и на Северном Кавказе знает весь мир. Десантники всегда были сильны не только телом, но и духом. Это делает их практически неуязвимыми. Было тяжело, когда в горы ходили в Афгане, там 45-60 килограмм за спиной, жара 60. И вот чисто на морально-волевых не просрамите родину, мать и так далее. Вот этим мы и выходили из положения. ВДВ это для нас все. Раз попал один раз, теперь уже на всю жизнь. Это самый главный праздник, важнее всех. Вопреки слухам о купании в фонтанах и разбитых о голову бутылках, у десантников Чебоксар свои традиции празднования. Ветераны ВДВ дают фору молодым бойцам, ведь главное для них не потерять сноровку, даже когда за 50. Впервые с утра в аэроклубе каждый год прыгаем на парашютах. Вот у меня сегодня я завершал 160-й прыжок. Это достойный пример для подражания. Глядя на старших товарищей, Андрей Алексеев стремится покорять новые высоты, несмотря на уже имеющиеся заслуги. В роте было 150 человек, всегда первые места мои. Воин-спортсмен первой степени. Прыжки, как вы видите, у меня 6 за год службы. В последние годы все больше призывников из Чувашии попадают в ВДВ. И, судя по отзывам командиров, хорошо себя проявляют. Ветераны этому очень рады. А тем, кто пока еще мечтает о голубом берете, напоминают. Тренировать нужно не только мышцы, но и душевные качества. Силу воли, ответственность, готовность прийти на помощь. Ведь десантник – это не военная специальность. Это своего рода идеология. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика. Куда как ни на аэродром тянет парней из крылатой пехоты в день ВДВ. Ведь только здесь можно не только встретить друзей-сослуживцев, но и снова подняться в воздух для очередного прыжка с парашютом. Ежегодно в день ВДВ двери Чебоксарского аэроклуба традиционно распахиваются для гостей с друзьями, с сослуживцами и даже целыми семьями приходят влюбленные в небо. Когда приходим сюда, мы всегда проезжаем у аэродрома, смотрим, как слетают самолеты и чинят их. А потом мы всегда смотрим, как прыгают с парашютом. Вырасту, я стану настоящим десантником, как папа. С 2005 по 2007 год служил в Новороссийске, 7-й гвардейской воздушно-социатной дивизии. В 162-й отдельной разведроте. Аэродром – это, во-первых, природа, самолеты. Надо, мне кажется, детей с малых лет воспитывать, чтобы видели, что такое десантное братство, сила, мужество, отвага. Столько интересного можно увидеть, пожалуй, только в музее. Но разница в том, что здесь все можно потрогать, чему несказанно рады будущие десантники. Праздничный день насыщен, так что каждый может выбрать состязание, по душе. Десантники хотят прыгнуть с парашюта, вспомнить те былые годы, когда они молодые выдергивали кольцо основного купола, и этот купол раскрывался над головой. Обязательно состязание. Юноши в беретах должны показать свою удаль и сейчас, и в нынешнее время. Поэтому перетягивание каната в обязательном порядке, подтягивание на перекладине. Ну и какой десантник не должен, каждый должен уметь стрелять. Большой интерес у любителей неба вызывает сверхмалая авиация, представленная дельталетами, дельтапланами и парапланами. Но для десанта гвоздем программы были и остаются показательные прыжки спортсменов-парашютистов. Кстати, нашей съемочной группе в порядке исключения разрешили отснять почти все этапы парашютных прыжков, за исключением наземной подготовки, загрузка на борт самолета, взлет, набор высоты допредельно малой, 200 метров, десантирование и проход над точкой. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика. Миллионы на свалку. Уже два раза подряд итоги аукциона по рекультивации Пехтулинской свалки были отменены Чувашским Уфасой за поступивших жалоб. С таким решением не согласны некоторые местные жители. Сегодня около здания антимонопольного ведомства прошел одиночный пикет. Краткая справка. Пехтулинская свалка просуществовала 51 год. И за это время сюда свезены сотни тонн ТБО. Сегодня площадь свалки 32 гектара. Высота мусорных гор доходит до 25 метров. В октябре 2015 года свалку закрыли. А в этом году из федерального бюджета выделили более 300 миллионов рублей на рекультивацию. Аукцион на выполнение работы администрации столицы объявила в апреле. Однако он до сих пор не состоялся. Уже два раза мы проводили аукцион. К сожалению, его признавали через жалобы в Уфас несостоявшимся. Подают жалобы организации, которые потом даже не участвуют в конкурсе. И срывают приведение конкурса в Аукцион. Две жалобы были. Значит, одна жалоба отклонена. А вторая жалоба, значит, частично удовлетворена. В городе, видно, они принципиально подходят к этим вопросам, которые необходимо указать в конкурсе документации. Там простые такие замечания. И вот мы спотыкаемся уже третий раз. Вопрос сложный, но его надо решать. Горожанин Алексей Павлов считает, что Уфас должен учитывать не только буквы закона, но и интересы граждан. Это и заставило его выйти с плакатом под окна управления антимонопольной службы Пучувашии. Мне кажется, они как-то не хотят особо заниматься этим делом. И спускают как-то, типа, ну потом откладывают. А так, может, этот сейчас заметит меня и продвинутся. И хочется, чтобы это будущее поколение моё там и поколение, ну тоже таких же подростков, как и я, выросло в хорошей, чистой среде экологической. В самом микрорайоне Новый Город жители признают. С тех пор, как свалку официально закрыли, неприятный запах их практически не беспокоит. Но ведь сам мусор никуда не делся. Он по-прежнему лежит по соседству, отравляя экологию. Знание того, что такая грандиозная свалка там находится, конечно, её надо убирать. Потому что там микрорайон разрастается, здесь микрорайон разрастается. Может быть, у каких-то детей есть проблемы со здоровьем, поэтому надо убирать, конечно. Если её засыпят, там зелень какая-то образуется, ну деревья там какие-то, я не знаю, вырастут. Всё равно как-то её, получается, как бы прикроют. Ну, конечно, бы хотели, чтобы вообще её убрали, почистили всё. Ожидалось, что работа по рекультивации начнётся уже летом, но время уходит. А если подрядчик не будет определён до 1 сентября, уйдут и деньги. По условиям, использованные средства, а это, напомним, более 300 миллионов рублей, придётся вернуть. Татьяна Леонтьева, Елена Гальперина, Олег Якимов, Республика. В продолжении темы. Со 2 августа земляне начали накапливать экологический долг. А это значит, что человечество исчерпало все ресурсы, которые планета может восстановить за 365 дней. Эко-долг возрастает с каждым годом. Самая быстрорастущая составляющая долга – выбросы СО2. Для решения проблемы эксперты советуют повышать эффективность использования ресурсов, стимулировать возобновляемую энергетику, развивать чистый транспорт в крупных городах и восстанавливать экосистемы. Первые результаты транспортной реформы. Со вчерашнего дня отменили 4 чебоксарских маршрута и изменили ещё 8. Соответствующее постановление подписал глава столичной администрации. Подробнее о нововведениях рассказал начальник отдела транспортного обеспечения связи Андрей Васильев. Изменения коснулись дублирующих автобусов маршрутных перевозок, а также фактически неработающих и маловостребованных у чебоксарцев. Отменены маршруты номер 34, номер 36, номер 49, номер 65. Номер 65 является пересадочным. На 80% дублирует схему движения автобуса номер 3. Срок договора администрации города с перевозчиком по маршруту номер 49 истёк весной этого года. В связи с невостребованностью не осуществляются перевозки по маршрутам номер 34, номер 36. Кроме того, сократилось количество маршрутных автобусов номер 56, 59, 60 и 60К. В течение 10 календарных дней соответствующие изменения будут внесены в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Чебоксары. 1 сентября не за горами. Учебное заведение Чуваши готовится к новому учебному году. На днях в столице республики стартовала приемка школ. В составе комиссии представители Роспотребнадзора, МЧС, сотрудники районных администраций и управления образованием городом. В их списке 61 школа и 5 учреждений доп. образования. Главная цель и задача данных комиссий определить, насколько безопасным будет пребывание детей, насколько комфортным будет пребывание детей в стенах школ. Были выделены средства на то, чтобы учреждения были подготовлены к приемке. В частности, более 130 миллионов в этом году из бюджета города было выделено на устранение замечаний и предписаний контрольно-надзорных органов. Для капитального ремонта кровли, общестроительных работ, для создания необходимых условий для школьников. С каждым годом в чебоксарских школах увеличивается количество детей. В этом году их на 3000 больше, чем 10 лет назад. Приходится открывать вторые смены, теснее комплектовывать классы и искать способы расширения площадей. В этом году очень большой наплыв первоклассников в нашу школу. По муниципальному заданию мы должны были принять 4 первых класса. В этом году мы увеличили прием, открыли 5-й, 1-й класс. Для того, чтобы оборудовать дополнительное помещение для первого класса, нам пришлось во вспомогательное помещение передислоцировать библиотеку. В это сложно поверить, но пару месяцев назад на месте этих парт стояли полки с книгами. Сегодня обновленный кабинет начальных классов готов к приему новых учеников. Еще одним решением в сложившейся ситуации стал перенос занятий в так называемые теплицы. Проблемы нехватки мест будут решать и на федеральном уровне. В рамках программы строительства школ в сентябре откроют двери школу на 1100 мест по улице Гладково. В ближайших планах школы в микрорайонах Новый город, Садовый и Волжский 3. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика. ЧГУ имени Ульянова стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов. Специальная комиссия учитывала ряд критериев в состоянии оснащенности спортивных сооружений, достижений студентов на различных соревнованиях. По этим показателям ЧГУ один из лучших. Площадки с искусственным покрытием, современные оборудованные спортивные залы. Все это приводит к результату. В прошедшем учебном году достигнуты достаточно высокие показатели. Буквально на днях в Алуште наши девушки, это сборная ЧГУ Атланта, завоевала четвертое место среди 26 лучших вузовских команд баскетбольных. В университете организована в прошлом году хоккейная команда «Мамонты» ЧГУ, и уже успешно мы на окружном первенстве выступали. Всероссийский этап конкурса состоится в сентябре. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин